Компания Папорезо не перестает радовать нас своими новинками. И в этом ролике я расскажу про их новый девайс под названием X-ROS 2. Устройство поставляется вот в такой вот небольшой разноцветной коробке. На лицевой панели изображен девайс в цвете, что ждет нас внутри. Также есть логотип производителя и название девайса. На противоположной стороне у нас уже все, как всегда. Технические характеристики, комплектация и специальный скретч-код для проверки устройства на оригинальность. Открыв коробку, мы первым делом увидим вот такой вот конверт, в котором находится довольно большая инструкция и гарантийный талон. Под ними располагается сам батарейный блок с предустановленным картриджем на 0,8 Ом. А справа от него располагается кабель USB Type-C и еще один картридж с сопротивлением в 1,2 Ом. Если посмотреть издалека, то новинка внешне ничем не отличается от своего старшего брата. Это такой же прямоугольный, вытянутый девайс, который наградили новыми градиентами. Все элементы, кроме индикатора, располагаются на прежних местах. На лицевой панели располагается довольно большая и очень удобная кнопка Fire. Она не люфтит и не трясется и обладает довольно приятным кликом. Светодиоды сместились вниз и теперь их 4 штуки. В новом X-Ros 2 увеличился аккумулятор. В прошлой версии его объем составлял 800 мАч. Сейчас же здесь 1000 мАч. Странно, что имея размеры в высоту больше, чем у X-Ros Mini, здесь установлен идентичный аккумулятор. Хотелось бы видеть хотя бы 1200 или 1300 мАч. Но могу вас уверить, что одного заряда данного аккумулятора смело хватит на день парения. Правда, если вы не будете пыхтеть, как паровоз. Еще одним изменением в новинке стала регулировка обдува. Теперь его рисунок сменился с решетки на капельку, а значит, тугая затяжка стала более тугой в сравнении с оригинальной версией. Регулируется это все при помощи небольшого рычажка, который располагается на противоположной стороне от кнопки Fire. В плане функционала здесь все очень просто. Девайс работает на мощности в 11 и 16 Вт. Все зависит от сопротивления на испарителях. Картриджи оставили прежними и менять не стали. На выбор дается два варианта. Первый это 0,8 Ом для более свободной затяжки. И второй вариант на сетке с сопротивлением 1,2 Ома для более тугой сигаретной затяжки. В плане заправки здесь все одновременно как сложно, так и просто. Для того, чтобы заправить данный картридж, вам нужно как бы его сломать, потом вставить носик вашего флакона в красный клапан, надавить на него, заправить жидкостью и закрыть все это дело обратно мундштуком. В конце могу сказать, что данный девайс прекрасно подойдет как людям, у которых уже есть довольно большой опыт в парении, так и новичкам. Он хорошо передает вкус, отлично передает никотин и у него в принципе большой аккумулятор, которого смело хватит на целый день парения. Ну и конечно же полноценная регулировка обдува, которую вы можете настроить как на очень тугую сигаретную, так и на довольно свободную кальянную затяжку. А с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok